здравствуйте братья и сестры перед началом просмотра данного видео я настоятельно рекомендую вам ознакомиться вот с этим роликом для того чтобы вы имели общее представление о том что к чему это не займет много времени его продолжительность всего лишь 13 минут он на русском языке но есть еще английские субтитры начнем расшифровку козла с первого хронологического слоя этот слой в котором мы будем двигаться по хронологической прямой по лучу времени используя в качестве ключа разгадки астрономию именно астрономию а не астрологию в которой положение небесных тел в созвездиях на конкретную дату отличается от их фактического астрономического положения для распознавания созвездий на картинках будем использовать метод зрительной аналогии куда мы в итоге придем двигаясь по этой хронологической прямой мы придем к дате начала самых страшных событий описанных в откровении иоанна или как еще его называют апокалипсисе вот сцена из козла с бушем в классной комнате все прекрасно знают что это отсылка к 11 сентября 2001 году когда буш сидел с детьми и читал рассказ домашний козел и в это же самое время ему доложили об атаке самолета на башне близнецы я уже сказал вам что ключ к расшифровке козла это астрономия именно поэтому буш стоит на звезде из света на его голове колпак звездочета или астронома говоря современным языком также в качестве подсказки мы видим снежинки на стене которые на самом деле не снежинки а это отсылка к звездам на ночном небе то есть нам ясно дают понять что сзади буша на стене и на доске изображено звездное небо и созвездие давайте рассмотрим подробнее туманность совы в созвездии большая медведица цифей и кассиопея отзеркаленные малая и большая медведица а также часть созвездия дракон здесь буш своим пальцем закрывает полярную звезду в созвездии малая медведица также в этой сцене мы можем видеть на доске за зашифрованное слово эволюция необходимо просто добавить неодостающие буквы сверху над доской мы видим картинку этой эволюции на самом деле это эволюция точнее движение урана из созвездия рыбы в созвездии кит где уран соединиться солнцем 26 апреля 2020 года это небесное явление отображено и в другой сцене козла картинка справа сверху но мы еще дойдем до этого позднее слева от буша я привел вам знак урана который очень похож на часы показывающие 12 именно поэтому рядом с картинкой эволюции справа разместили такие часы чтобы было понятно что речь идет о движении урана следующие нарисованные созвездия скульптор индеец и вактант их нарисовали в виде трех сердец в перевернутом и отзеркаленном виде созвездия орел при его изображении использовали формулу сила действия равна силе сопротивления далее на доске опять мы видим созвездия большой медведица внизу на стене созвездия рысь оно перевернуто и отзеркалено созвездия дракон созвездия близнецы его изобразили при помощи камер сердца и так со смыслом картинок позади буша мы разобрались но остались картинки позади девы если продолжать логическую цепочку то понятно что картинки сзади девы это тоже созвездия но таких созвездий нет ну кроме зайца до таких созвездий нет но они были существует целый перечень созвездий которые отменили в прошлом и сегодня они не существуют но сами звезды никуда не исчезли и мы или дали другие названия или отнесли к другим созвездием то есть на протяжении развития астрономии различные созвездия появлялись исчезали делились на части и меняли свои названия и так созвездия заяц которая есть и сегодня северный олень лилия роза когда-то это созвездие еще называлась шиповник ветвь яблони цербер эти два созвездия ветвь яблони и цербер находились в одном месте и изображались переплетенными здесь я ввел головы цербера хочу обратить ваше внимание на то что цербер в разных мифологиях изображался по-разному например в греческой мифологии он изображался как трехглавый пес а в других случаях головы были драконьи или змеины что мы видим в картинке из козла но главное то что цербер был псом аида который был богом подземного царства мертвых и помогал ему охранять выход из царства мертвых он не позволял мертвым возвращаться в мир живых и живым в мир мертвых именно этот выход охраняемый цербером мы видим на этой картинке возвращаемся к хронологии мы видим как буш трансформируется в обаму то есть срок полномочий буша истек и к власти приходит обама его президентский срок окончился в 2017 году и вот перед нами календарь 2017 года мы видим 12 лун или 12 месяцев вот на восьмом из них видна отметка великого американского затмения которое произошло 21 августа 2017 года траектория тени от этого затмения вместе с траекторией тени затмения которое состоится 8 апреля 2024 года образует крест на территории сша вот как еще в этой сцене нам показали затмение августа 2017 года его нарисовали на полу обратите внимание на эту точку рядом с ним чтобы понять что это я переверну картинку чтобы мы смотрели на нее с точки зрения девы даже в самой заставке мультика был использован символ этого затмения так так что это за точка это регул ярчайшая звезда в созвездии льва и одна из ярчайших звезд на ночном небе из всех ярчайших звезд на небе регул наиболее близко расположен к эклиптике солнце подходит к этой звезде на наименьшее расстояние примерно 23 августа каждого года но 21 августа 2017 года солнце не просто подошло к регул вместе с луной образовав солнечное затмение как вы понимаете это редкое явление да и еще если прослушать звуковую дорожку козла в реверсе то вы услышите как буш на английском два раза скажет август далее открываем главу 12 апокалипсиса и читаем именно это небесное явление произошло 23 сентября 2017 года до этого юпитер 9 месяцев находился условно в животе созвездия девы а затем состоялось его рождение в этот момент луна находилась под ногами девы солнце было позади девы окутав ее своим светом а на голове ее был венец из звезд созвездия льва а также меркурия марса и венеры вот как это явление изобразили в козле дева держащая яблоко или плод напротив своего чрева стала кривиться от боли и выронила яблоко на пол обратите внимание что надпись слева на двери выход дает отсылку к процессу рождения плода а также выделен светом заяц который не только изображает созвездия зайца которая точно также находится далеко за спиной созвездия девы на звездном небе но и дает отсылку к пасхальному зайцу или кролику который символизирует воскрешение яблоко падает на шахматные черно-белый пол который изображает звездное небо мы уже знаем что дева родила юпитера и именно поэтому на яблоке сделана отметка как на планете юпитер то есть когда яблоко катится по полу нам просто показывают движение юпитера по звездному небу давайте посмотрим куда же он прикатится и и какая это будет дата а прикатился он созвездие стрельца рядом с которым находится созвездие южная корона и созвездия скорпион вот часть созвездия стрелец и созвездия южная корона вот еще одна часть созвездия стрелец. И вот часть созвездия Скорпион и созвездия Южная корона. Козли они изображены в отзеркаленном виде. Мы видим, что из-под ноги Обамы виднеется половинка монеты с короны. Прямая отсылка к созвездию Южная корона, которая выглядит как половинка монеты. Обратите внимание на белые капли на лепестке цветка. Это не просто капли, а изображение солнечного затмения в близнецах 2 июля 2019 года. Также, когда Юпитер оказался в созвездии Стрельца, он максимально сблизился с Венерой. Это было 24 ноября 2019 года. Вот как это явление изобразили в Козле. Два семени, мужское и женское начало, объединившись, порождают новый плод, новую жизнь, то есть ребенка. 31 декабря 2019 года, в канун Нового года Луна находилась в созвездии Водолей. Вот этот момент. На стене нарисован символ Водолея. О цифре 23 я расскажу позднее. На часах 12. Это Новый год. Переход из 31 декабря 2019 года в 1 января 2020 года. Луна 3 января 2020 года находилась в созвездии Рыбы. Вот этот момент. 10 января 2020 года Луна в созвездии Близнецов. Вы видите башни Близнецы в ярком лунном свете. Это полнолуние. Слева полутеневое лунное затмение, которое произошло в тот же день. Если посмотреть на север в этот же момент, то слева мы увидим созвездие Орел, а справа падающих вниз головой Близнецов. Вот как изображен этот момент. В период полнолуния и полутеневого затмения Луна перемещалась из созвездия Близнецы в созвездии Рак. Она приобретала красный цвет и выглядела как серп. Вот как это изобразили в козле. 12 января 2020 года Луна находилась в созвездии Лев. Вот здесь мы видим созвездия Лев и Малый Лев. Если в этот момент посмотреть на север, то слева мы увидим созвездие Лебедь, а справа созвездие Лев. Вот созвездие Лебедь. 18 января 2020 года Луна в созвездии Дева. 19 января 2020 года Луна в созвездии Весы. Вот знак Весов и Лунный Свет. 20 января 2020 года Луна в созвездии Скорпион. Факел статуи Свободы изобразили как жало Скорпиона. 22 января 2020 года Луна в созвездии Стрелец. Под водой под Девой появляется шестиугольник, который изображает часть созвездия Стрелец, который уже ранее изображали с помощью цветка. Также обратите внимание, что в созвездии в этот момент находится Юпитер. Напротив созвездия Стрелец находится созвездие Змееносец, которое состоит из двух частей самого Змееносца и Змея. После своего рождения в созвездии Дева 23 сентября 2017 года Юпитер продвигался по небу к созвездию Стрелец, как раз мимо созвездия Змееносец. Открываем Апокалипсис главу 12 и читаем об этом небесном явлении. Вот младенец Юпитер, которого хочет сожрать змей. Вот ещё. Эта сцена даёт прямое указание на нахождение Юпитера в созвездии Стрелец, напротив созвездия Змееносец. Важный момент. Вот с этой сцены теперь будет необходимо отслеживать не просто движение Луны, а Луны и Солнца. Точнее, моменты их сближения, когда они образуют новолуние и затмение. 24 января 2020 года. Новолуние в созвездии Козерог. Змей образовал знак Козерога. Под ним Новолуние. Чёрный круг, так как Луна в этот момент не отражает свет. Мальчик изображает соседнее созвездие Змееносец. Только змей у него не в руках, а в голове. 23 февраля 2020 года. Новолуние в созвездии Водолей. Вот знак Водолея. 24 марта 2020 года. Новолуние между созвездиями Рыбы и Кит. Слева, за пределами карты, созвездие Телец. А вверху Пегас. Вот как изобразили этот момент. Телец. Пегас. Кит. Рыбы. 23 апреля 2020 года. Новолуние движется из созвездия Рыбы в созвездие Кит. Рядом Уран. Вот этот момент. Только представьте, что мы смотрим на созвездия Рыбы и Кит не сбоку, как на карте, а сверху. Есть и Солнце, и Луна, и Уран, и даже соседнее созвездие Треугольник. 26 апреля 2020 года. Редкое соединение Солнца и Урана. Условно говоря, на ладошке созвездия Кит. Меркурий в этот момент находится в созвездии Рыбы. Напоминаю вам, что этот же самый момент изображен в сцене Буш в классе, на картинке так называемой эволюции Урана. 4 мая 2020 года. Объединение Солнца и Меркурия в созвездии Кит. Скоробей был одним из самых почитаемых символов Древнего Египта. Египтяне верили, что этот жук следует по пути Солнца на небе. Вот мы и видим, как жук, то есть Солнце, проходит впритык с раненым глазом, Меркурием. 22 мая 2020 год. Новолуние в созвездии Телец. А также сближение Венеры и Меркурия в этот момент в этом же созвездии. Вот оно. У девочки заколка в виде коронованного сердца, то есть она Венера, богиня или королева любви. А у мужчины на груди изображен перевернутый крест. Это часть знака Меркурия. Нам специально не показывают его голову, так как пришлось бы изображать его рогатым. Её чёрные глаза – это Новолуния, которая будет длиться на протяжении 22 и 23 мая в созвездии Телец. Её бусы символизируют звёзды Плеяды. Почему он развязывает на ней узел? Что это означает? Это отсылка к цитате из Библии Иов 38-31. «Властен ли ты затянуть узел Плеяд и развязать пояс Ориона?» Вы видите, что созвездие Телец, где находятся Плеяды, как будто перетянуто узлом посередине. А если продолжить звёздную карту налево от этой картинки, то слева от мужчины находится созвездие Орион, который выглядит как подвязанный поясом. Хочу напомнить вам, что известное тайное общество Череп и Кости на их эмблеме изобразило цифру 322. Возможно, что эти цифры обозначают отсылку к созвездию Ориона. 21 июля 2020 года. Солнце и Луна двигались из созвездия Телец в созвездие Близнецы, где в эту дату в ногах у Близнецов образуется солнечное затмение. Вот этот момент в Козле. Солнечное затмение нарисовано на поверхности электроизолятора. Шесть ламп, указывающие на шестой месяц июнь. Серп на будке означает произошедшее до этого полутеневое лунное затмение 5 июня 2020 года. Ну а где же отсылка к созвездию Близнецы? Указание на то, что солнечное затмение состоится именно в этом созвездии. Вот оно. Знак Близнецов. Рядом с созвездием Близнецы, где состоялось это затмение, находится созвездие Орион и его пес. Созвездие Большой пес. Поэтому они нарисованы в этой сцене. Также рядом находится созвездие Возничий, которое похоже на круг. Вот оно. В созвездии Возничий есть яркая звезда Капелла или Карпа, которая с латинского переводится как «маленькая коза» или просто «козел». То есть в этой сцене нам показали часть звездного неба, где произошло солнечное затмение 21 июня 2020 года. Ночь с 18 на 19 августа 2020 года. Новолуние в созвездии Лев. СЕРМ дает отсылку к полутеневому лунному затмению, которое состоялось ранее 5 июля 2020 года. Новолуние в созвездии Дева. Новолуние с 14 на 15 ноября 2020 года в созвездии Весы. 30 ноября 2020 года полутеневое лунное затмение в созвездии Телец. Вот этот момент в Козле. 14 декабря 2020 года солнечное затмение в созвездии Змееносец под жалом созвездия Скорпион. Вот так его изобразили. Посмотрите, как ловко и хитро использован прием, при котором танк изображает сразу два небесных явления в разное время, в разных созвездиях. Первое явление – это полутеневое лунное затмение в Тельце 30 ноября 2020 года. А второе – это солнечное затмение в Змееносце 14 декабря 2020 года под жалом созвездия Скорпион, условно говоря. 21 декабря 2020 года. Редкое великое соединение Юпитера и Сатурна. Последнее такое объединение было в 2000 году. Причем именно настолько близко Сатурн и Юпитер объединялись аж в 1623 году. Посмотрите, как они изобразили это явление в Козле. Мы помним, что в яйце находится младенец Юпитер. И нам показывают, что он находится внутри огромной пасти. То есть изображают, как Сатурн уже почти сожрал Юпитера в момент их сближения. Но Юпитер спасется, так как планеты разойдутся, не соединившись на 100%. Также прочтите миф про пожирание Сатурном своих детей. Период с 31 декабря 2020 года по 13 января 2021 года. Это Новый год и Новолуние в созвездии Стрелец. Вот этот момент. Далее Солнце и Луна будут двигаться в созвездии Козерог, чтобы образовать там следующее Новолуние. Вот таким образом нам показывают их вхождение в созвездие Козерог. По соседству от созвездия Козерог находится созвездие Орел. Этот человечек уже второй раз нам показывает созвездие Орел, расставив руки в стороны. Это созвездие тоже использовали, чтобы дать понять, что речь идет о Новолунии в Козероге, которая наступит 11 февраля 2021 года. 13 марта 2021 года. Новолуние движется из созвездия Водолей в созвездие Рыбы. Венера находится в Водолее. А если посмотреть на северо-восток в этот же момент, мы увидим чуть левее созвездия Малая Медведица и Цефей. Вот эти созвездия на этом кадре. Здесь мы видим, как Венера, богиня любви, лежит на Водолее во время полового акта. Эрогированный мужской половой орган изображает часть созвездия Рыбы. Вот эта часть. Обратите внимание, что Венера во время Новолуния 12 апреля 2021 года находилась как раз в этой части созвездия Рыбы. Теперь эта часть созвездия будет изображать башню, которую мы рассмотрим поближе. Вот как изобразили Венеру в части созвездия Рыбы. Блудница и ведьма, сидящая в башне. 11 мая 2021 года. Новолуния в созвездии Телец. 10 июня 2021 года. Новолуния опять в созвездии Телец, но в другой его части. Также изображено прошедшее полное лунное затмение 26 мая 2021 года. 9 июля 2021 года. Новолуния в созвездии Близнецы. Соседнее созвездие Единорог. Вот он показывает созвездие Близнецы, прыгая вверх два раза и два раза направляя руку в разную сторону. А вот изображение созвездия Единорог. Фигурки внизу изображают созвездие Близнецы. 8 августа 2021 года. Новолуния двигается из созвездия Рак в созвездие Лев. Но нам не покажут созвездие Рак, а опять покажут соседнее созвездие Гидра. 22 августа 2021 года. Полная голубая луна. Сезонная. Ее показали при помощи части головы мальчика. Ночь с 6 на 7 сентября 2021 года. Новолуния в созвездии Лев. 4 декабря 2021 года. Солнечное затмение между созвездиями Змееносец и Скорпион. Вот Змееносец, а вот Скорпион. 1 апреля 2022 года. Новолуние в созвездии Рыбы. Пунктиром нарисована траектория дальнейшего движения Луны и Меркурия. Условно говоря, Меркурий будет пытаться догнать Луну, возносясь вместе с ней из созвездия Рыбы. Но скорость движения Луны по звездному небу значительно больше, поэтому он не сможет это сделать и Луна значительно отдалится от него, пока 16 апреля не наступит ее полнолуние. Вот как это все показали. Начало вознесения Меркурия из созвездия Рыбы. Далее нам показывают прошедшее 19 ноября 2021 года. Частное лунное затмение при помощи отражения Луны в воде и закрытия ее части островами. Также мы видим Солнце в созвездии Рыбы. А Уран в этот момент будет в созвездии Кит. Вот мы видим вознесение Меркурия из созвездия Рыбы к полной Луне 16 апреля 2022 года, одно из названий которой растущая Луна. 28 июля 2022 года. Новолуние в созвездии Рак. Нам опять покажут соседнее созвездие Гидра вместо созвездия Рак. 27 августа 2022 года. Новолуние в созвездии Лев. Его нам не покажут, а покажут соседнее созвездие Большая Медведица. 25 сентября 2022 года. Новолуние в созвездии Дева. Деву нам не показывают. Показывают соседнее созвездие Ворон. В качестве подсказки и уточнения на крыльях нарисовали цифру 25. И вот теперь хронологический слой, который мы с вами рассмотрели, плавно переходит в слой событий. 25 октября 2022 года. Солнечное затмение в созвездии Дева. Отличительной особенностью этого затмения в Деве является то, что Дева будет рожать Меркурий. И Венера будет максимально сближена с затмением для нашей точки наблюдения с Земли. Это затмение самое важное. Они используют его как маркер во времени, рядом с которым начнут происходить самые страшные события из апокалипсиса. Символ этого затмения они помещают везде уже очень давно. В фильмах, музыкальных клипах, концертах, мультиках и компьютерных играх. Подробнее об этом смотрите мои другие ролики. Да, удалось узнать, что основные катастрофические события по времени начнутся рядом с этим затмением. Но какого числа конкретно? Я считаю, что 1 ноября 2022 года. Небольшая сложность в установлении точной даты возникает из-за того, что создатели козла понимают под фактом рождения Меркурия. Когда он пересечет вот эту линию талии созвездия Дева 25-26 октября 2022 года. Или вот эту линию границы созвездия Дева 1 ноября 2022 года. В любом случае, рождение Меркурия в созвездии Дева нам в козле показывают. Вот указание именно на Меркурий. А вот и сам процесс рождения. Мы видим пещеру, это женский половой орган и родовые воды. Отметьте, что при рождении происходит сильнейшее землетрясение. Очень важный момент. Нам показывают, что прямо перед рождением Меркурия в Деве, в небе происходит ярчайшая вспышка. То есть сразу можно сделать вывод, что по времени она произойдет рядом с 25 октября 2022 года. Когда будет солнечное затмение в Деве. Но в любом случае, не позднее 1 ноября 2022 года. В чем же причина этой вспышки? 3 января 2021 года была открыта комета Леонард. Вот траектория ее полета через созвездия для нашей точки наблюдения с Земли. Вот так выглядит ее орбита при прохождении через нашу Солнечную систему. 17 декабря 2021 года она проходила сквозь плоскость нашей Солнечной системы, рядом с Венерой. Наименьшее расстояние до нашей планеты она достигла 12 декабря 2021 года. И надо же какое совпадение, а на самом деле нет, что за 4 дня до этого, 8 декабря 2021 года, состоялась мировая премьера фильма «Не смотрите наверх», где ученый-астроном со своей ассистенткой пытается предупредить человечество о приближении к Земле смертельной кометы. Но все их игнорируют. А самое важное, что главную роль в фильме сыграл Ди Каприо, Леонардо. И в то же время рядом с нами пролетала комета Леонард. 3 января 2022 года комета легла на обратный курс и отдаляется от нас. Но чтобы улететь, она должна будет пересечь плоскость нашей Солнечной системы еще раз в районе орбиты Юпитера. Вот это место пересечения. И происходить это будет 24-25 октября 2022 года. Как раз, когда будет происходить солнечное затмение в Деве. И когда нам показали в Козле, произойдет вспышка в небе. А в каком созвездии будет находиться комета Леонард 25 октября 2022 года? В созвездии Скорпион. Вот в этом месте. Эта информация уже удалена с российского сайта, которым я пользовался для отслеживания ее движения. А есть ли в Козле указания на комету и на нахождение ее в этом месте в эту дату? Да, есть. Вот в этой сцене. Смотрите. Вот созвездие Дева в момент солнечного затмения 25 октября 2022 года. На одной ее щеке они изобразили затмение, замаскировав его под знак борьбы с распространением ядерного оружия. На другой щеке мы видим символ Венеры, которая максимально сблизится с затмением для нашей точки наблюдения с Земли. Также на ее спине изображение Тигра. Это отсылка к тому, что событие произойдет в год Тигра по китайскому календарю, то есть в 2022 году. Я вам уже показывал, что флаг изображает созвездие Весы. Нам показывают вот этот участок звездного неба. Часть созвездия Скорпион, Весы и Дева. Смотрите. Рука скелета выглядит как часть созвездия Скорпион. И она тянется к Деве с флагом, то есть к созвездию Весы и Дева. Точно как на карте Звездного неба. А блестящий перстень на руке скелета изображает комету Леонард, которая и будет находиться в этом месте 25 октября 2022 года. Вы понимаете, что я вам только что показал. Создатель Козла заранее в 2012 году изобразил не только факт открытия в начале 2021 года этой кометы, но и ее траекторию полета через созвездие, точно указав ее местонахождение на 25 октября 2022 года. И что нам показывают дальше? Нам показывают взрыв в небе, то есть комета Леонард взорвется, и точно не позднее Дня Мертвых, который будет отмечаться в Мексике 1-2 ноября 2022 года. Позднее в Козле нам даже показывают, как выглядят последствия этого взрыва. Вот сцена, изображающая 23 ноября 2022 года, когда, условно говоря, в руке Скорпиона почти в одном месте окажутся Венера, Меркурий, Луна, Солнце и вспышка от взрыва кометы Леонард. Вот на этом кадре нам показывают место ее взрыва в космосе. Но почему эта комета взорвется? Потому что 25 октября, когда она будет второй раз пересекать плоскость нашей Солнечной системы в районе орбиты Юпитера, она будет проходить через скопление троянских астероидов Юпитера и, как я считаю, столкнется с одним из них. Вы только представьте, скорость этой кометы приблизительно 240 000 км в час. Это будет нечто вроде взрыва сверхновой звезды. Взрывная волна выбросит во все стороны остальные астероиды и осколки кометы. Вот как это выглядит в картинках. А вот как нам это показывают в козле. Из эпицентра взрыва в космосе, где мы видим облака пыли и газов, на нас, на Землю, летит метеорит или осколок кометы. Посмотрите, как они изобразили это небесное тело. Раньше существовало такое созвездие, как корабль Арго. Сейчас оно разделено на части. Впереди этого созвездия находится созвездие Большой Пёс. То есть, образно говоря, мы видим судно и собаку на его носу. Вот его изображение в козле. То есть, лодка дает отсылку к созвездию корабль Арго, чтобы мы понимали, что речь идет о том, что небесное тело плывет по звездному небу в небесном чертоге. То есть, на самом деле, это перемещение не по воде, а по небу. Вот на этом кадре мы видим, как огненное небесное тело плывет в лодке на фоне солнечного затмения. Эта собака на носу специально изображена так, чтобы сделать отсылку к Анубису, богу смерти и стражу весов на суде Осириса в царстве мертвых. Он был проводником умерших в этом царстве. Его изображали с головой шакала, или прямо в образе шакала. То есть, отсылка к нему делается для того, чтобы было понятно, что это небесное тело несет с собой смерть. Вот здесь мы видим, как это небесное тело летит к нам и входит в слои атмосферы, горя огнем. Вот она движется над землей. Далее мы видим, как в этот небесный чертог начинает запрыгивать рыба. Во-первых, это тоже отсылка к созвездию и указание на то, что движение идет по небу, а не по воде. Вот созвездие летающая рыба рядом с созвездием корабль Арго. Создается впечатление, что она хочет запрыгнуть на его борт. Что и изображено в козле. А во-вторых, это указание на конкретную рыбу. Эта рыба старшина, или пентана. Она водится в разных частях мира, но одно из самых распространенных мест, это рифы всего восточного побережья США. То есть, нам прямо показывают, что это смертельное небесное тело приближается к восточному побережью США, а конкретно к Нью-Йорку. Вот он. Вот башня в козле также является отсылкой к Empire State Building. Дело в том, что в момент пика ковида в Нью-Йорке в 2020 году власти подсветили верхушку этого здания в красный цвет. И оно пульсировало, как сердце человека, много дней. Это было что-то вроде символа того, что город живет и борется с болезнью. Все это показано в козле с помощью пульсирующего красного сердца на башне. Вот еще отсылка именно к Нью-Йорку и другое значение пульсирующего красного сердца. Это символ продажной любви и блуда. Это реальные кадры из Нью-Йорка. Теперь посмотрите на эту блудницу и ведьму в башне. Это отсылка к сатанистке Марине Абрамович. Обратите внимание на этот рисунок белой краской позади ведьмы. Это изображение известной вам сцены, где помимо остального зашифровано солнечное затмение в созвездии Дева. Причем сама поза ведьмы дает нам подсказку, так как она сама изображает отзеркаленное созвездие Дева. Так как сцена с затмением находится позади ведьмы на стене, то это говорит о том, что это затмение уже прошло для нее и относительно недавно. То есть события с ведьмой в башне происходят уже после 25 октября 2022 года. На нижнем белье блудницы мы видим след крови. Это показывает наличие у нее менструального цикла. Но потом перед самым уничтожением нам показывают, как эта кровь исчезает. В биологическом смысле это менопауза или климакс. В философском смысле это указание на то, что эта блудница и ведьма больше не сможет иметь детей, а точнее плодов. Ее деятельность больше не будет иметь последствий, так как больше не будет самой этой деятельности. Почему? Потому что она будет уничтожена. В ночь с 8 на 9 ноября 2022 года смертельное небесное тело, порожденное взрывом кометы Леонард, упадет в Атлантический океан рядом с городом Нью-Йорк, что вызовет беспрецедентное цунами. Именно вспышку от взрыва при падении небесного тела в океан нам показывают в сцене с ведьмой. Вот как это падение изображено в другой сцене козла. Открываем главы 17 и 18 апокалипсиса и читаем. Это событие там подробно описано. А сейчас вернемся немного назад в отрезок времени с 25 октября по 1 ноября 2022 года в момент рождения Меркурия. Помните, я обращал ваше внимание на то, что в момент его рождения показывают сильнейшее землетрясение. В чем его причина? Посмотрите на этот кадр. На нем изображен цветок лилия, роза нимфа. Лилии, как и другие цветы, например гибискусы, очень важны в гавайской культуре. Например, 1 мая они празднуют день лей, цветочных гирлянд. Тут же нам показывают потеющего Обаму и его испуганные глаза. Дело в том, что Обама родился на Гавайях, а раскол яблока и распускание цветка еще означает и уничтожение главного гавайского острова из-за взрыва вулкана. Вот как это событие показано в другой сцене козла. Мы видим мощнейший взрыв гавайского вулкана после солнечного затмения в созвездии Дева 25 октября 2022 года при рождении Меркурия. Вот другая сцена с этим событием. Посмотрите на него. Что он делает? Он подтягивается и просыпается. Все знают выражение. Вулкан просыпается. Затем его взрыв и смертельный цунами. То же самое событие тем же самым способом показано в конференц-зале Папы Римского. Обратите внимание на эту часть Девы. Она показывает кубок, который ежегодно разыгрывается в американской национальной футбольной лиге. Зачем его сюда вставили? Дело в том, что 2 февраля 2020 года в финал вышли две команды, эмблемы которых очень удобно было использовать для передачи зашифрованного сообщения о предстоящей катастрофе. Смотрите. Все понятно. Истинная причина взрыва Гавайев мне неизвестна. Есть несколько версий. Первая – это сильнейшие геомагнитные и сейсмические возмущения, вызванные приходом взрывной волны от взрыва кометы Леонард на нашу планету. Вторая – это искусственный подрыв Гавайского вулкана ядерным зарядом изнутри на суше. Третья – это нанесение удара ядерной торпедой или ракетой в подводное основание этих вулканических островов. Четвертая – это некое сочетание этих версий. Интересно то, что на звуковой дорожке козла мы слышим такой звук. Это звук сонара. Для тех, кто не знает, это устройство для звукового обнаружения подводных объектов, использующее акустические волны. Я снова включу звук из козла, а затем звук сонара военной подводной лодки. Бери – это устройство для звук сонара военный, Californian, Sheimani, Sheimani, Sheimani. Клик – It's a miracle. Обратите внимание, что люди-ракеты стоят на этом плывущем куске льда вертикально, как и ракеты на подводной лодке. Черные крылья за его спиной – это крылья-стабилизаторы подводной лодки. Таким образом, можно сделать вывод, что нам показывают подводную лодку, которая сносит на своем пути льдину, похожую на главный Гавайский остров, а также приближается к Нью-Йорку. Взрыв Гавайев будет такой силой, что взрыв вулкана на островах Тонго в начале 2022 года будет восприниматься, как взрыв петарды. На стекающей капле пота мы видим букву Ви, которая является 22-й в английском алфавите. 2022 год истекает. Мы видим выход на улицу, где нас ждет 2023 год. Год кролика по китайскому календарю. Часы показывают 12. Это Новый год. 1 января 2023 года. К этому дню Гавайевы уже давно будут уничтожены. Минус один штат в США, минус одна звезда на флаге. Что это за место? Это порт Сан-Франциско после цунами. Вот эмблема этого порта. После взрыва Гавайев и после того, как цунами обрушится на Калифорнию и в особенности на Сан-Франциско, все небо над огромной частью США еще длительное время будет затянуто дымом и пеплом от извержения. Солнце не будет прогревать землю и произойдет падение температуры. Поэтому нам и показывают все замерзшим и затопленным. Даже волны цунами изобразили застывшими во льду. Небольшое отступление о Нью-Йорке. Когда нам в этой сцене ранее показывали Башни Близнецы, их еще изобразили как Empire State Building и Первый Мировой Торговый Центр или Башня Свободы. В фильме Обливион есть такой кадр. А значит в этих зданиях произойдет пожар, взрыв или вообще их снесут как Башни Близнецы. Возвращаемся к Сан-Франциско. Обратите внимание на это пятно света за облаками. Это свечение в небе от взрыва кометы Леонард. Даже плотные облака дыма и пепла не могут его полностью затмить. То есть даже в начале 2023 года это свечение на небе все еще будет видно с земли. Итак, как я вам уже сказал, это западное побережье США. Город Сан-Франциско в конце 2022 года и начале 2023 года. После разрушительного цунами. Вот мы удаляемся из этого места в пещеру. И выходим на противоположной стороне США, на восточном побережье. Вот смотрите. Это Нью-Йорк после удара цунами 9 ноября 2022 года. Посмотрите на этот собор. Это собор Святого Патрика в Нью-Йорке после удара цунами 9 ноября 2022 года. Понятно, что он будет разрушен, но даже в процесс его разрушения Создатель Козла смог поместить отсылку к другому событию, которое произошло ранее. А именно пожар в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Просто посмотрите на это, как нам в 2012 году точно показывались события 2019 года. Так как восточное побережье США находится дальше от Гавайев, чем западное побережье, то, соответственно, небо над восточным побережьем будет почище. Что нам и показывают. Вот 23 ноября 2022 года. На звездной карте, если мы находимся в районе Нью-Йорка, созвездие Скорпион уходит за горизонт. А в его, условно говоря, руке находятся Солнце, Луна, Венера, Меркурий и вспышка от взрыва кометы Леонард. Как я вам уже говорил. Вот этот участок неба на кадре из Козла. Также мы можем видеть, как из эпицентра взрыва кометы продолжают лететь метеориты. Показывал ли нам создатель Козла в 2012 году другие события из будущего? Да, показывал. Сейчас мы увидим события из 2017 года, которые были зашифрованы при помощи фигурок в классной комнате. Итак, первая фигурка. 20 января 2017 года. Трамп становится президентом США. Сразу же на пятый день своего президентского срока, 25 января 2017 года, он подписывает постановление о строительстве стены на границе с Мексикой. Эта лужа под фигуркой дает отсылку к Мексиканскому заливу. Стена состоит из железных конструкций и колючей проволоки. Проволока тоже была нам показана. 16 октября 2017 года. Харви Вайнштейн. Из-за громкого сексуального скандала, прогремевшего на весь мир, он теряет все. Карьеру, работу, жену, деньги, славу, а позднее, как мы уже знаем, и свободу. Вот его фигурка. 12 июня 2017 года. Роды знаменитой певицы Бейонс. Тот, кто смотрел мои видео, знает, какую важную роль она играет в изображении этих секретных сообщений. Поэтому они не могли не отметить это событие в виде одной из фигурок. Вот она. Лужа на полу – это родовые воды. 7 февраля 2017 года. Авария на дамбе Оровилл. Даже нечего комментировать. 26 августа 2017 года. Ураган Харви и его разрушительные последствия. Вот он. Нарисованная буква «Л» на фигурке – это Луизиана. Линия ниже – это линия побережья. 26 октября 2017 года. Публикация секретных документов по делу об убийстве Кеннеди. Вот фигурка Кеннеди с отсутствующим куском черепа. 31 октября 2017 года. Атака Саипова в Нью-Йорке. При задержании он был ранен полицейскими в живот. Вот его фигурка. Мы видим бинты на его корпусе. Тот тип атаки, который он совершил, тараня людей на автомобиле, на английском называется «Vichical Raming Attack» или «Таран транспортным средством». Отсюда и английская буква «V» на голове фигурки. 5 ноября 2017 года. Массовая стрельба в церкви в Техасе. Убийца пытался скрыться на автомобиле, был ранен, съехал с шоссе и покончил жизнь самоубийством, сидя за рулем. Вот его фигурка. Обратите внимание, как он подбородком облокотился вперед на свои руки на руле. 1 октября 2017 года. Стрельба и массовое убийство на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Убийца покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета. Вот его фигурка. Лужа внизу – это лужа крови. Далее. Посмотрите, как две этих фигурки образуют пустоту между собой определенной формы. Это контуры государства Израиль, без голландских высот. Почему нам это показали? Потому что 6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Несмотря на то, что на этот город претендуют сразу несколько религий. Это было очень громкое и скандальное событие. Далее. Крис Корнелл. Музыкант, певец, солист рок-группы. Повесился 18 мая 2017 года. У него был близкий друг Честер Беннингтон. Тоже музыкант, певец, солист рок-группы Линкен Парк. Тоже повесился через два месяца после смерти Криса Корнелла прямо в его день рождения, 20 июля 2017 года. Вот фигурки этих двух друзей. Обратите внимание, как наклонены их головы, как у повешенных. А также, как безжизненно висит рука правой фигурки. Правая фигурка Криса отмечена символом затмения. Сейчас я объясню, почему это именно Крис и почему он так отмечен. Вот кадр из клипа, в котором он участвует. Посмотрите, что он поет. Повесил свою голову. Даже ничего не надо объяснять, учитывая его финал. Далее. Сама песня называется «Солнце с черной дырой». Только почитайте, что он поет. «Солнце с черной дырой, приди и смой все, даже дождь. Солнце с черной дырой, приди». Это именно то, о чем я вас предупреждаю в своих видео. Что такое черная дыра на Солнце? Это Солнце в период затмения. Луна на фоне Солнца выглядит как черная дыра. Вот, например, такое же изображение затмений из нового трейлера к фильму «Миссия невыполнима». Чтобы вообще не было никаких сомнений, что в песне поется о солнечном затмении, для фанатов выпускают такие футболки. Еще информация, почему фигурка Криса отмечена символом затмения. Вот обложка альбома его группы 1991 года. Здесь все очевидно. Отсылка к всевидящему оку в пирамиде вместо глаза свеча зажигания, что дает нам указание на искру, то есть на несущего свет, на Люцифера. Также отсылка к символу черного солнца. А когда солнце черное? В момент солнечного затмения. А вот и указание на того, кто за всем этим стоит. На 35-летие группы они выпустили вот такой логотип. Кроме солнечного затмения, пирамиды и всевидящего ока, мы видим, как цифра 35 нарисована так, чтобы сделать отсылку к знаку Сатурна. Это серб Сатурна или Хроноса, бога времени. Вернемся в музыкальное видео «Солнце с черной дырой». После того, как нам все видео в карикатурных формах показывали американское общество, в конце изображено, как черная дыра в солнце полностью затягивает в себя это общество. Это же прямое указание на уничтожение в период солнечного затмения. Какого именно затмения? Мы уже знаем, что затмение в созвездии Дева. Вот нам снова это и показывают. Похожий прием использовался в клипе Кэти Перри. Давайте вернемся в музыкальный клип. Вот что нам показывают за два года до того, как был опубликован Козел. Та же самая информация, передаваемая при помощи тех же самых символов и образов. Опять затмение в созвездии Дева 25 октября 2022 года, когда Венера будет максимально сближена с Солнцем и Луной для нашей точки наблюдения Земли. Причем показывают сгорающую куклу Девы, чтобы было понятно, что речь идет о солнечном затмении в созвездии Дева и разрушительном извержении вулкана, которое произойдет рядом с этим затмением. Теперь, что касается Честера Беннингтона. Вот кадр из его клипа 2009 года на песню под названием «В конце». А вот кадр из козла. Опять из клипа. Опять из козла. Посмотрите, как ловко они спрятали его рога на подбородок. Опять кадр из клипа. Мы видим символ затмения с тайными письменами и пещеру. Что же это за пещера? Вот кадр из козла, где эта пещера на самом деле символизирует женский половой орган, через который произойдет рождение. Вот сам процесс рождения в клипе и в козле. Мы уже знаем, что таким образом они показали рождение рогатого Меркурия из созвездия Девы в момент затмения 25 октября 2022 года. Это также символизирует приход Антихриста в этот мир, который будет выдавать себя за спасителя. Где же в музыкальном клипе находилась эта пещера? Этот женский половой орган? Ну конечно в Деве, чью статую мы можем видеть. Чтобы не было сомнений, что они показывают именно созвездия Девы, они также показывают кита, плывущего по воздуху. По небу, а не по воде. Конечно, это указание на созвездие Кита. На голове у Девы вот такая статуя. Какой-то гибрид человека из саранчи. Скорее всего, это отсылка к библейской саранчи из апокалипсиса. Свою трактовку библейской саранчи я изложил еще в самом первом своем видео на этом канале. А теперь мы переходим к событиям уже 2020 года, которые тоже были зашифрованы в Козле. С какого громкого события начался 2020 год? С убийства Сулеймани 3 января, когда по приказу Трампа ВВС США нанесли ракетный удар по территории Багдадского аэропорта. 8 января последовал иранский ответ в виде ракетного удара по американской воздушной базе на территории Ирака. Конечно, при этом обострение была активизация разведывательных и ударных беспилотников Ирана. Что мы и видим на этом кадре? Помните эту летящую бабочку, которую он сжигает? Это уничтоженный по ошибке иранскими ПВО украинский пассажирский самолет. Сбитие произошло буквально через несколько часов после нанесения Ираном ракетных ударов по базе США. 14 января в Иране прошло прощание с Сулеймани, в котором по всей стране приняло участие не менее 25 миллионов человек. На фоне этого кризиса между США и Ираном, 5 января, сомалийские боевики из группировки Аль-Шабаб напали на американскую базу в Кении под названием «Симба». Вот отсылка к этому событию в «Козле». Мы видим сомалийских пиратов, череп, кости, оружие, а еще был такой фильм «Венера пиратов» или «Королева пиратов». С 1979 по 1989 год в Афганистане шла война между войсками СССР и афганскими маджахедами. Отстаивая свои геополитические интересы в борьбе с Советским Союзом, США помогали маджахедам деньгами и оружием. Шло плотное сотрудничество между ними и американскими спецслужбами. Также маджахедам помогал и богатый саудовец Усама бен Ладен. Очень большая вероятность того, что в тот момент он был завербован американцами. Поэтому мы видим значок ЦРУ на бен Ладене в этой сцене. После окончания Советско-Афганской войны часть маджахедов ушла в Талибан, а часть в Аль-Каиду, к бен Ладену. Талибан был союзником Аль-Каиды в борьбе уже против США. И бен Ладен стал символом для афганских экстремистов. 29 февраля в Катар, в Доху, прибыла делегация Талибана для подписания исторического мирного соглашения с США. Вот как показали это событие в Козле. 5 марта был выявлен COVID на круизном судне Grand Princess. Оно было отправлено на карантин к побережью Сан-Франциско. 9 марта в США. Черный понедельник. Падение фондового рынка. На человечке надета маска, изображающая печаль и горе. Индекс Dow Jones рухнул на 7%. Обратите внимание, как точно, при помощи этой льдины, создатель Козла изобразил график динамики индекса Dow Jones, а также дал отсылку к быку с Уолл-стрит в Нью-Йорке. Символу фондового рынка. Но это было только начало. 16 марта опять падение. И уже на 12%. Это был просто штопор. Что нам и показывают человечек. В это время, 11 марта, Всемирная Организация Здравоохранения официально объявляет о начале глобальной пандемии COVID-19. Мало того, что нам показывают вирус при помощи салюта, так нам еще показывают и его местонахождение. Грудная клетка. Посмотрите на эти скалы, шпили позади скелета. Это же прямая отсылка к вскрытой грудной клетке. Кто этот мальчик? Да это же Дональд Трамп в детстве. 13 марта Трамп объявил о чрезвычайном положении в США из-за распространения COVID-19 по стране. А 1 октября 2020 года сам заболел и ушел на карантин. Мы видим, что змей в голове Трампа, подключенный к телевизору, мучает его и заставляет страдать. Кто это? Ну конечно, фейк-ньюс, как их называл Трамп, или продажные СМИ, за которыми стоит крупный капитал, который изобразили в виде Рокфеллера. Также, исходя из того, что показывают, я считаю, что Трамп будет смертельно ранен в голову, но каким-то чудом выживет и вернется. Вот в этой сцене, помимо всего прочего, показывают южное побережье США в районе Техаса. Это известный в мире крупный нефтедобывающий район. На протяжении февраля, марта и апреля 2020 года этот регион подвергся экстремально штормовой погоде. Посмотрите на это нефтяное пятно на воде. Оно также дает отсылку к тому, как выглядят ураганы на радарах. Только через это место в 2020 году прошло 3 урагана. А сам год стал рекордным для США по их количеству и масштабам разрушений. Здесь мы видим отсылку к термину «черный лебедь» в сфере нефтедобычи и нефтеторговли. Дело в том, что было катастрофическое падение цен на нефть и 21 апреля стоимость фьючерсов на нефть марки VTI опустилась до уровня 9,5 долларов. Нефть стала стоить чуть ли не как вода. 4 августа ураган Исайя достиг района Нью-Йорка. Его последствия для электросетей были настолько разрушительными, что почти 3 миллиона человек в том регионе остались без электричества на длительное время. 11 сентября начались первые подземные толчки в вулкане на испанском острове Ла Пальма, которые затем переросли в длительное и обильное на лаву извержение, продолжавшееся до 21 декабря. Вот как это событие изобразили в козле. Лава с целью маскировки перекрашена в зелено-кислотный цвет. На руке у мужчины романтическая татуировка с его именем и именем возлюбленной. Хуан и Хуанита. Он испанец. По лаве плывет цветок, которых очень много на Канарских островах. Вот фото из этого места. Посмотрите на родимые пятна на лице этой девочки. Вот первое, самое большое. Это Стейтен Айсленд в Нью-Йорке. А вот и остальные там же. Только нужно перевернуть изображение и отзеркалить. То есть это девочка-американка. Кто же она? Это Анджелина Джоли. Тигр на спине девочки. Это татуировка на спине Джоли. На лице девочки пацифистские символы борьбы с нераспространением ядерного оружия и любви. В руках белый флаг. Призыв к миру. Все знают, что Джоли уже давно является послом доброй воли ООН и часто занимается гуманитарными вопросами. Вот ее визит в этом году на территорию Западной Украины во время войны. Так что именно это событие показано в этой сцене козла? Или мы еще увидим ее в Южной Корее или Тайване? Время покажет. Кого представляет этот скелет? Да это же ходящий мертвец-старик Байден, который уже не может без бумажки с подсказками выполнять свои элементарные функции. Да и просто ходит и стоит уже с трудом. Ромашка в его цилиндре прямо намекает на то, что ему осталось совсем недолго. Так как в английском языке есть соответствующее выражение. Укрой меня ромашками. А кто этот человек? Обратите внимание, что он постоянно менял маски. А кто так делает? Ну конечно же актер. Причем этот актер под масками придерживается индейского стиля в одежде, окрасе лица и аксессуарах. И кто этот актер? А давайте попробуем вспомнить, какой актер был больше всего на слуху в США, да и во всем мире в 2022 году. Это был Джонни Депп из-за судебного разбирательства со своей бывшей женой Эмбер Хёрд. Их развод был официально оформлен в начале 2017 года. Так может и Эмбер Хёрд есть в козле? Конечно. Прямо в сцене 2017 года. Одна из ролей этого персонажа – это антихрист. Поэтому ему выбрали внешность Христа. Кого ещё, а точнее, что сыграл этот персонаж? Вот две его роли. Верхняя – это роль Гавайского вулкана. Его состояние отображает сердце, нарисованное на груди персонажа. Вулкан спит. Начало пробуждения. Проснулся взрыв и цунами. Нижняя роль – это роль кометы Леонард. Венец из колючей проволоки – это орбита кометы. Её траектория полёта через звёздное небо. В конце мультика этот венец исчезнет, так как исчезнет и сама комета. Далее мы видим полёт кометы, или её осколка, прямо на нас, на Землю. Видим, как она приближается после солнечного затмения 25 октября 2022 года. Потом приближение к восточному побережью США и её падение в Атлантический океан с последующим цунами. Вот заставка козла. Мы видим рептильные руки, на пальцах которых одеты перстни с изображением окровавленного щита и знака доллара со змеем вместо ленты. Это прямое указание на созвездие Змееносец. Змееносец состоит из двух частей – самого Змееносца и Змея. А слева находится созвездие Щит. Вот поэтому мы и видим на одной руке щит, а на другой руке змей. Руки же самого Змееносца рептильные. Почему? Как можно быть Змееносцем? Можно нести змея в руках, как изображено в созвездии, а можно нести змея внутри себя. Ну как это? Очень просто. В своём ДНК. Мы видим, что руки Змееносца управляют бушем, как куклой. То есть нам дают понять, что политическая элита, как минимум в США, управляется теми, кто носит змея в своих ДНК. То есть потомками библейского Змея-Искусителя. И именно нам показали на пальце не просто щит, а один из типов щитов, которые используются в создании родовых гербов. Именно поэтому этот щит был облит кровью, чтобы указать на то, что всё дело в крови, в ДНК, которая содержится в ней. Открываем главу 17 апокалипсиса и читаем. Что за женщина? Что за зверь с семью головами, которые одновременно являются и семью царями? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, вы должны понять одновременно простую и сложную вещь. Когда ангел явился к Иоанну, он взял его с собой в будущее, чтобы показать, что будет. Чтобы Иоанн сам всё увидел, запомнил и позднее записал. Так в какое время ангел переместил Иоанна? В какой год? В 2017. Если вы это поймёте, то всё станет на свои места. Просто представьте, что вы сейчас в 2017 году. Вот они. Семь голов зверя, они же семь царей. Пять из них уже закончили свои полномочия. Один есть. Это Трамп в 2017 году. А тот, который придёт после него, Байден, то ненадолго. Учитывая здоровье Байдена и предстоящие события, он точно в ближайшее время отойдёт от власти. Читаем дальше главу 17. Так кто же этот номер восемь? 10 января 2017 года Обама произносил свою прощальную речь в связи с окончанием своих президентских полномочий. Он плакал. Как это событие показали в Козле? Наоборот, что он смеётся. Почему? Да потому что это была шутка. Розыгрыш. Обман. И он вернётся. Он и есть этот номер восемь. Он один из тех семерых. Он был, но его уже нет в 2017 году. Но он вернётся и к гибели своей пойдёт. Скажите, а были какие-то предсказания по поводу того, что 44-й президент США станет последним? Если вы хотите узнать, что будет дальше, просто откройте апокалипсис и читайте. Там всё расписано поэтапно. Ангел показал Иоанну все события современного времени, начиная с 2017 года и далее. Этот человек из древних времён, с соответствующим уровнем знаний и представления о мире, увидел перед собой потрясающую картину из будущего, где перед ним предстало геополитическое и военное противостояние США и России, а также его последствия. Гремучая смесь войны, политики, технологий, стихийных бедствий и болезней. Потрясённый Иоанн записал увиденное в своём предупреждении как мог. Так, например, наблюдая им со стороны движений армейских соединений в полной экипировке, в противогазах, костюмах биологической и химической защиты, на технике, было воспринято им как движение роя-саранчи. Он просто не мог сравнить это ни с чем другим, так как никогда подобного не видел. Он вообще не знал, кто это и что это. Уже сейчас, в этом году, нас ждут ужасы и разрушения, описанные Иоанном в Апокалипсисе. И тут возникает такой момент. Когда создатель Козла из будущего передавал сценарий своего мультика в прошлое, он уже точно знал, будет расшифрован его мультик или нет. И я уверен, что он был ознакомлен с этой моей расшифровкой. Так что же тогда было первым для него? Моя расшифровка или его сценарий? Или это вообще одно целое? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok